Под шумок медреформы местной власти и некоторые главврачи уже пытаются превратить государственные больницы в свои собственные. Какие схемы применяют и как остановить произвол, разбирался Александр Васильченко. Крисло уже, может быть, старше, чем я тут прочую в лекарне. Светили, осветливачи, бачите, какие, вот, тоже старые-престарые. Именно в таких условиях уже более 20 лет приходится работать, рассказывает хирург Роман Чернецкий. В предоперационной ситуация не лучше. А это новое гинекологическое отделение Киево-Святошинской больницы в Боярке. Комфортные условия, европейский подход, более качественное обслуживание. Ремонт сделали за бюджетные деньги. Возглавило отделение супруга главврача Боярской райбольницы. Киево гласит про то, что с 1-го, 4-го уже есть объединенное гинекологическое отделение. И выполняющий обовязки Яремчук Наталья Васильевна. Такое назначение возмутило пациентов больницы. Сегодня они собрались на митинг, чтобы поддержать Чернецкого. Утверждают, хирург делает операции бесплатно. В новом отделении без денег не лечат. Мне сказали, что там нужно платить за операцию 25 тысяч. А у меня таких денег не было. Причиной кадровых перестановок, заявляет нардеп Рина Сысоенко, послужило недобросовестное использование ее депутатского запроса. Год назад парламентарий потребовала провести проверку в медзаведении. Но об увольнении сотрудников речь не шла. Главврач утверждает, Чернецкого еще не уволили, а к назначению своей супруги никакого отношения якобы не имеет. В отделе кадров, неподпорядкованными, и мои наказы, кадры... Ну, это же ваше решение. Вы же главный лекарь. Не маю до юридичных сил. Я не могу сам признать. Вы призначали вашу дружину заведующего отделением? Я не призначаю персонально никого. Позже Александр Заводецкий начал путаться в своих же словах. Конфликт интересов, я вам сказал. Тут все призначены мною. Конфликт интересов. Все призначены мною. У вас только одна дружина. Все призначены мною. Все, практически все призначены мною. Но дружина у вас только одна. Конфликт интересов. Так вот, я вам еще раз расскажу. И каждая могла стать моей дружиной. Ну, так сталося, что стало. По словам Ирины Сысоенко, Заводецкий при поддержке районных властей создал коррупционную схему в медзаведении. Просто они решили сделать свою приватную клинику в гинекологическом отделении районной центральной лекарни и просто коммерциализовать и приватизовать все процессы, которые отбиваются в этом медицинском закладе за деньги, платных их податков. Парламентарий намеренно добиваться снятия с должности фигурантов этого дела. Александр Васильченко, Олег Неводомский. Подробности, телеканал Интер. Олег Неводомский.